обрезаны шапки гортензии метельчатый полярный медведь листья облетели я предпочитаю делать формирующую обрезку весной но те кому весной не добраться может быть до садового участка когда еще снега много а весной мы метельчатую гортензию обрезаем до начала сока движения это где-то конец марта но у всех в каждом регионе по-разному на юге это раньше кто а кто-то предпочитает обрезать гортензию метельчатую осенью в этом нет ничего страшного это тоже имеет место быть формирующая обрезка у нас на цветение то есть мы обрезаем все тонкие веточки поломанные сухие и укорачиваем основные толстые побеги на две-три почки но вообще гортензия метельчатая это пластичная культура поэтому кому как нравится формировать гортензию если мы хотим куст повыше то мы оставляем побольше почек тогда у нас будут соцветия много соцветий но они будут более маленького размера а если мы хотим огромные шапки то мы оставляем меньше побегов меньше почек но опять же при таком пред такой короткой обрезки гортензия зацветет более поздние сроки на 2 может быть и три недели позже это еще зависит от погодных условий ну вот давайте попробуем провести обрезку гортензии метельчатой осенью это у нас полярный метведь но во-первых обрезаем все тонкие побеги все ненужные нам побеги идущие внутрь куста которые нам загущают куст я буду делать более такую щадящую обрезку потому что я буду весной еще брать побеги на очеренкование но вот те которые совсем самые тоненькие самые мелкие веточки они нам не нужны и поэтому мы их смело обрезаем вот идет ветка внутрь куста перекрещивающие загущающие здесь они у меня с можжевельником поэтому вот это тоже обрезаем и затем вот это вот тоже тоненькая веточка она нам не нужна это смотрит внутрь куста вот видите на одном побеге вот в этом году сформировалась вот сколько веток совсем тоненькие нам не нужны вот это идет внутрь куста мы ее обрезаем и формируем такую чашеобразную крону таким образом освобождая центр куста тоненькая веточка внизу вот это идет внутрь куста загущает куст вот эти вот веточки внизу совсем нам ни к чему вместе с этой нужно секатор взять побольше обрезать вот так вот полностью эту ветку пока обрежу вот так потом весной будет еще обрезка эти веточки совсем маленькие тоже надо надо вообще вот эту рогатку мне вырезать она тут не совсем ни к чему так что тут еще у нас вообще вот этот побег у нас такой нужно вообще его вырезать тоже этот нижний ярус так смотрим что у нас вот тут какая-то веточка мелочевка это уже отделился 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 отделилась веточка отдельно отдельный кустик получился нужно будет его весной пересадить откопать отсюда либо обрезать посмотрим весной пускай пока так ну вот тоненькие совсем веточки нам не нужны это вот идет вот эта ветка которая тут укоренилась так секатор надо брать схрапывал механизма этим никак так вот эту веточку мы обрежем она у нас идет в сторону так вот эту рога тачку я хотела посмотреть вот эта ветка как-то идет загущает вверх эти две параллельно идут она тут не нужна так вот эту рога тачку я хотела убрать совершенно тут она мне не нужна так обрежем пока так вот этим секатором так далее это тоже мне рога тулька не нравится обрежу я ее вот здесь здесь есть молодой побег небольшой но он будет на подбивочке пока потом посмотрим что с ним делать так вот здесь нужно освободить серединку вот этот мой побег и вот этот мы так наверно вот так вот этот побег идет внутрь по-хорошему бы его конечно же удалить но так как мне нужны будут весной черенки я его оставлю так ну и теперь укорачиваю на две-три почки оставшиеся побеги так вот этот идет у нас внутрь куста и он перекрещивается вот с остальными наверное мы его уберем так вот эти укорачиваем ну даже можно на одну по идее вообще она тут не нужна но я оставлю для черенкования весеннего зелеными черенками это тоже не нужна здесь потом я ее обрежу после черенкования так эти оставим повыше формирование гортензии процесс творческий поэтому каждый формирует так как ему нравится и смотря для каких целей то есть для более раннего цветения мы оставляем побеги повыше побегов побегов побольше тогда гортензия у нас зацветет более ранние сроки а если мы хотим большие крупные метелки то мы оставляем меньше побегов все более тонкие которые мы убираем и режем короче ну вот так у нас получилось пока предварительно весной после черенкования в июне будет еще корректирующая обрезка вот такой олененок получился ну еще раз говорю я предпочитаю эту обрезку делать весной так как этот куст уже взрослый и можно попробовать вот эти ветки хорошие толстые побеги их почеренковать в зиму у меня конечно с древесневшими черенками с черенкованием а древесневшими черенками пока не срослось то есть я как-то еще не наладила этот процесс мне больше нравится укоренение зелеными летними черенками весенними ну древесневшие черенкования точно так же как и зеленые две почки только берем вот такие побеги с карандаш нижний срез наискосок так вот так главное не перепутать где вверх где низ вот это вот здесь был лист вот почечка над листом у нас то есть вот это верх черенка а вот это будет низ внизу косой срез под почкой а верхняя почка над почкой будем пробовать черенковать и так и так и в зиму и в зиму заглубляют черенок до второй почки то есть полностью погружают в торф посмотрим попробуем череночник у меня есть попробуем еще раз в зиму черенкования все нужно делать по правилам вот так друзья на этом завершаем свое видео всего доброго всем добра пока пока